Су-130 ПМ Легендарных камуфляжа, 25 раз по Х5 на каждую из машин, ну как по моему мнению абсолютно не нужны никому аватар, исключительно на любителя, я их не понимаю. Есть прикольные приказики, 25 боев на сушке и вы получаете 3 мистических контейнера. И 25 боев на Скорпионе принесут вам 3 контейнера с ПТ-САУ. Что внутри, вот можете посмотреть, довольно таки прикольные ПТшки, но некоторые безусловно на любителя, некоторые просто на какого-то самобичевателя. Короче говоря, на любой вкус, ПТшки там есть. Короче говоря, вот такое вот предложение за 17500. Что же касается предложения за голую, пустую, без ничего, сушку, то 8500 она ваша и в наборе к вам приплетит еще место в ангаре, потому что без него вы просто сушку не поставите. Короче говоря, место исключительно под машину. Что же касается самой машины. Как я говорил, обзор я на нее не делал, поэтому сегодня это и видосик для вашего понимания, покупать или не покупать, поскольку она уже есть на продаже. И сразу заценим возможности данной машины. Смотрите, подвижность, точность стрельбы, подобные все моменты будем заценивать непосредственно в самом замесе. Заценим, как обычно, исключительно орудие. Смотрите, орудие довольно-таки неплохое. Единственное, что в мисс минус 7, поэтому особо где-то от неровностей не поиграешь. Поэтому, ребятки, будьте готовы к тому, что в основном данную машинку необходимо использовать либо на ровной местности, либо пушечку данной машины необходимо сваливать на сторону, рубка поворачивающаяся, но не на все 360 градусов. Короче говоря, сваливать немножко на сторону, тогда будет гнуться чуть лучше. Но не особо, ребят, не рассчитывайте на то, что прям бац и имба с наклоном орудия вниз к вам прилетела прям-таки на халяву. Что касается всего остального по орудию. 10,5 секунд перезарядки для 8 уровня довольно многовато, но альфа 460, что приятно. И пробитие в 245, что тоже не может не радовать. Для 8 уровня вполне-таки даже себе играбельно. Если вдруг не хватает, вы можете перекинуться на кумулятивные снаряды с пробитием в 318. Существенно улучшают пробитие, но на 50 единиц средуха падает по альфе. Не суть страшно, не суть больно, особенно если у вас есть выбор очень простой. Либо вообще не пробить, либо нанести хоть какого-то урона. Можно отрабатывать по корме, либо по бортам мягких танков типа ЛТшек, СТшек, либо ПТшек. С осколочно-фугасными с пробитием 65, что в принципе плюс-минус нормально, а урон в 600 будет крайне болезненный и неприятный для противников. ДПМ довольно прикольный 2630. Реализовать его можно только если вы умеете нормально сейвиться, потому что ПТшка крайне картонная и разбирать вас будут прям все-все-все. А перезарядка в 10,5 секунд не даст вам возможности давать такое количество ответных тычек, чтобы соперники не хотели с вами бодаться. Время сведения 3 секунды, даже сама циферка приятная и разброс на 100 метров 0,312. Тоже приятно, но все это мы посмотрим с вами непосредственно в замесе, куда сейчас и отправляемся. Вообще сушечка 130 ПМ ровно как и Скорпион на очень большого любителя и на того игрока, который безусловно сможет справиться с их картонностью. Я для себя всегда на первый план ставлю несколько пунктов по машине. Я не ставлю на первый пункт подвижность машины или суперточность орудия или очень хорошую альфу. В первую очередь меня интересует живучесть машины. Чем выше живучесть машины в бою, тем больше ваши шансы набить максимально урона, соответственно дать возможность команде выиграть. Чем больше урона вы наносите, тем подвигаете ближе команду к победе. Соответственно, для меня в первую очередь важна живучесть машины. Потом уже альфа и кд их сочетание, ну а дальше уже все остальное. Итак, ребят, поехали, посмотрим чего она может. Значит, давайте по подвижности сразу разберемся. Подвижность у данной машинки, я бы сказал, очень приятная. Не имбовая, не самолет, вопросов нет. Но вот я сейчас поехал налево с ТТшками, потом передумал, поехал сюда. И мне хватило времени на то, чтобы это сделать. Что касается времени сведения. Сейчас подъеду чуть ближе, чтобы хоть видеть, в кого я свожусь. В целом, ребят, ну, после того, как вы движете орудием, вполне нормально. Точность орудия тоже, согласитесь, довольно неплохая. Поэтому, ребят, я и говорил, что цифры сами приятные заценивать надо исключительно в самом замесе. Потому что цифра может быть приятная, а в замесе себя показывать крайне уныло. Но в целом, ребята, мне, честно говоря, сушки на орудии всегда нравилось. Оно всегда мне было приятное. Мне всегда было приятно на нем отстреливать. Что же на сушке неприятное, так это сближаться с врагами. Вот та же самая проблема, которая и у Скорпиона Джи, который сейчас входит в комплект вместе с этой сушкой. Ну, прям вообще кошмарный кошмар, когда подъезжают к тебе, что называется, на поближе. Как только на поближе к тебе подкатились, сразу готовься к тому, что тебя будут выносить со страшной силой. А так, ребят, если вы любитель кустарной игры, если вы любитель, я бы называл это поснайперить, я ничего плохого в кустарной игре не вижу. Если вы умеете хорошо в кустах отыгрывать, то почему бы и нет. Вот сейчас тому же Скорпиону Джи в бочинку закинуть на 600 с копейками в кусты, откатиться и спрятаться, мне, честно говоря, было, ну, крайне приятно. Рандомная броня срабатывает, это уже хорошо, это уже приятно. Это, безусловно, не аксиома, но, согласитесь, довольно-таки приятно. Что касается того, чтобы отыгрывать самостоятельно. Нет, ребят, самостоятельно отыгрывать у вас однозначно на данной машине не получится. Если вас никто не будет поддерживать своими засветами, считайте, что ваша песня спета. Я вот сейчас от ЧИТО сваливаю настолько быстро, насколько у меня только это получается. Очень надеюсь, что сейчас он на ШКОДу отвлечется. И у меня получится подъехать и кинуть ему немножечко с борта урона. Короче говоря, ребят, машинка прикольная, но будьте готовы к тому, что вам необходимо будет к ней привыкнуть, научиться на ней выживать. Это вам не стандартная ПТ-шка веток Советского Союза, которая будет позволять вам ловить рикошеты. Нет, ребят, данная машина рикошеты ловить не будет. Вот тот один рандомный рикошет, который произошел, это было настолько удивительное, счастливое совпадение. Ну, прям, ну, не знаю, один на миллион, я бы сказал, шанс того, что вам так будет вести постоянно. Повезло добрать противника. Итак, ребят, в копилке 6 фрагов. Я считаю, что очень даже неплохой результат для абсолютно рандомного боя. Не всегда, безусловно, машинка так отыгрывается. Но, согласитесь, такие бои, они доставляют массу удовольствия. И с учетом того, что за машину просят 8500, согласитесь, есть над чем подумать. Знак классности первой степени, при том, что я сделал, не мастер, ребят. Поэтому, говорим о том, что планка нормально-таки поднятая для того, чтобы получить мастера. 3375 единиц урона. Для 8 уровня в целом довольно неплохо. И, согласитесь, я отбрасывал практически каждый раз, когда мог. А значит, в целом, ну, не потолок, но приближено к нему. 6 уничтоженных противников. И, что касается фарма, за такой, я бы назвал, шикарный бой. Без учета према 115 тысяч, с учетом према каунта 145 тысяч с копеечкой. На 8 уровне просто-таки красота, любо глянуть. Но, понятное дело, первое место в команде по урону. Итак, ребят, давайте теперь будем суммировать. 8500. Я лично считаю, что 8500 для данной машинки дороговато. Я бы сказал, что ценник хороший для данной машины был бы 7500. Ну, может, даже 7 это вообще золотая цена. 8 это вот так вот, скрипя зубами. 8500 это уже немножечко как-то вот покусывает. Хотя машинка в целом играбельная. Не знаю, ребят, покупать вам ее или нет. Все зависит от того, насколько хорошо вы играете. Насколько вы готовы справляться с ее картонностью. Насколько вы способны в бою максимально долго жить. И играть, ну, прям на совсем-совсем дальних расстояниях. А сама пушка играть на дальних расстояниях однозначно вам позволит. И будет доставлять удовольствие. Особенно, ребят, если вы любители кустарной игры. В чем нет ничего плохого. Потому что есть машины, на которых только в кустах. И стоять нужно. И это ваша боевая задача в бою. В частности, на СУ-130ПМ. Стоять на дальняке и поддерживать своим, ну, прям кусающим уроном. Ваших союзников, пока они держат. Всех вот этих красных братков. Которых вам задача исключительно разбирать. И ни в коем случае с ними не сближаться. Потому что, как только вы сближаетесь. Как показал бой. Вас начинают откидывать. А поглощать она будет абсолютно каждую единицу альфы. Отброшенную в вас. Как бронебойными, так и фугасами. На данный момент, ребят, у меня все. Это был абсолютно честный обзор человека, у которого статистика от 50 до 55%. И значит, если вам нравятся честные обзоры именно такими руками, подписывайтесь на канал. Я ничего не вырезаю, не делаю дублей. Показываю машины такими, какие они есть на самом деле. Чтобы вы, не дай бог, не купили какую-нибудь фуфляндию. Всех благ, всего хорошего, мира и спокойствия.